Демократический выбор Казахстана, а потом публичное объединение. Благодарю за предоставленную возможность. Меня зовут Ельдос Насипеков, я координатор штаба признанного Европейского парламентом мирного оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Хочу обратить внимание правительств стран ОБСН на продолжающееся нарушение прав человека в Казахстане, связанное с выборами. Несмотря на заявления властей Казахстана о якобы проведенных политических реформах, в том числе в сфере выборного законодательства, ситуация стала намного хуже. В марте 2023 года в Казахстане были проведены так называемые парламентские выборы. Власти нового Казахстана допустили к участию в выборах две новые провластные партии для имитации широкого выбора партии, но в реальности власти не зарегистрировали ни одной оппозиционной партии. Например, активисты движения «Алга Казахстан! Вперед Казахстан!» попытались зарегистрировать оппозиционную партию для участия в выборах 24 раза за последние два года. Но власти продолжают безосновательно отказывать им в регистрации и, более того, преследуют ее членов. Парламентские выборы сопровождались массовыми фальсификациями, политическими преследованиями гражданского общества и нарушениями фундаментальных прав человека. В преддверии парламентских выборов 23-го года в Казахстане власти также не допустили к участию в выборах независимых кандидатов, как Марат Желамбаев, Бибигуль Имангалиева, Думан Мухаммед Карим. А уже вскоре после парламентских выборов власти начали преследовать независимых кандидатов, как Марат Желамбаев и Думан Мухаммед Карим. Они были приговорены к 7 годам лишения свободы по сфабрикованным политически мотивированным делам за якобы финансирование экстремизма и участие в деятельности экстремистской организации. 6 октября 24-го года власти Казахстана проводят референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане, якобы с целью дать народу возможность выбора. На самом деле власти преследуют противников строительства атомной электростанции. Уже 16 человек подверглись разного рода политическим преследованиям, включая Айдара Мубаракова, Марата Мусабаева, Нурбола Унирхана. Эти преследования продолжаются и сегодня. Многих обвиняют якобы в подготовке к массовых беспорядкам. Это идет вразрез международным обязательствам Казахстана и направлено на запугивание гражданского общества. Призываю страну ОБСЕ потребовать от властей Казахстана прекратить эти преследования, освободить всех арестованных и выполнять свои международные обязательства. Спасибо. Спасибо.